Когда нам бывает больно и трудно, нас пугает будущее, которое представляется страшным из-за нашего неверно принятого решения. Сегодня у нас есть возможность посмотреть за тот самый горизонт и узнать, что выросло из детей, родители которых развелись. Я выбрала остаться с папой. Вот если ты на папу не кричала, он бы не ушел. Когда отец ушел из семьи, я выдохнула. Просто это реально рано, это как заноза. Я почувствовала, как у меня прошли мурашки. Но ощущения мы не можем отрезать, вырезать. Я какая-то не такая, поэтому меня бросили. Если у девочки нет папы, она не сможет выйти замуж. Нет ничего глупее вопроса, кого ты больше любишь, маму или папу? Ребенок любит обоих родителей и оба ему нужны. Развод имеет последствия для детей. Можно ли их преодолеть или они фатальны? Сегодня у нас в студии женщины, каждая из которых может сказать о себе «я дочь разведенных родителей». Кстати, это для вас было болезненно? Да, это было безусловно болезненно. Когда мои родители развелись, мне было 6 лет. И я выбрала остаться с папой. Мне предоставили выбор. То есть с кем... Родители в семье предоставили выбор? Да. То есть у меня есть еще младшая сестра, она 3,5 года, у меня младшая. И мама сказала, что ее я беру с собой, поскольку она маленькая, а ты можешь определить сама, с кем ты хочешь остаться, с мамой или с папой. И я выбрала папу. И я осталась с папой. С нами еще жили его родители, бабушка и дедушка мои. Потом произошло так, что родители снова сошлись, поскольку я очень сильно все-таки скучала по маме, просила периодически с ней видеться. Тогда же не было телефонов, как сейчас вот. И через где-то 3-4 года они снова сошлись. И потом снова разошлись. И сейчас каждый из них создал свою семью, официально женившись, выйдя замуж. Но в тот момент, когда это произошло первый раз, то есть когда мне было 6 лет, конечно, это было очень болезненно. И было искреннее непонимание, почему это произошло. То есть, безусловно, это травматичный момент в моей жизни точно был. Оль, вы думали, что это из-за вас произошло? Дети же всегда так считают. Да. Я плохо ела кашу, или я не слушалась маму с папой, и вот поэтому они развелись. Да, но у меня было ощущение, что я виновата, и почему-то у меня было ощущение, что я могу это исправить. То есть я всячески старалась папу просить как бы увидеться с мамой, что давай сходим, давай ей позвоним, давай встретимся. И я считала, что ради меня они сойдутся снова. Ну, в принципе, так и произошло. Просто на это потребовалось время. Вот. Но, конечно, все равно отношения, раз люди уже приняли решение расстаться, это просто, ну, было, в общем, наверное, не особо имело смысл. Они все равно в итоге разошлись. А мама, кстати, как отреагировала, когда вы выбрали жить с папой? Я не видела, что она обиделась или умоляла меня, там, что нет, не надо, пойдем со мной. Я думала, ты выберешь меня. Я просто так спросила, нет такого нет. То есть, ну, как бы, хорошо, ты выбрала это сама. Вот так. Вы потом жалели об этом решении? Нет, я не жалела об этом решении, вот честно, не жалела. Но я, конечно, страдала без мамы, то есть у меня была просто ее фотография, я с ней спала, то есть клала ее под подушку, вот. Ну, бывало, там, всплакнул где-то, да. Конечно, бабушка с дедушкой еще транслировали свою обиду, я ни в коем случае не осуждаю, они меня вырастили. Я с большой благодарностью, но вот это как обида их на маму, да, то есть то, что она, ну, скажем, бросила их сына, как они своими глазами-то видели. И, конечно, они мне постоянно, ну, скажем так, говорили, да, что это нехорошо и что твоя мама тебя бросила. Ну, то есть как бы, что она бросила меня. Вы это так и чувствовали, что она вас бросила? Нет, я не чувствовала, что она меня точно бросила, я чувствовала, что она меня все равно любит. То есть мы встречались, она дарила мне подарки, я хотела с ней увидеться. У меня не было, что все, я выкидываю тебя из своей жизни, и тебя больше нет, такого не было. Но ощущение того, что, ну, что-то пошло не так, и, возможно, в этом виновата я, вот это было. Ну, то есть рана, да, просто это реально рана, это как заноза, которая в твоем сердце сидит. Оль, вам это мешало учиться или дружить с другими людьми? Могли ли вы доверять там мальчикам, другим девочкам? Были ли у вас подружки, например? Просто у меня было мало возможностей посещать какие-то, допустим, секции, дополнительное образование получать, поскольку, ну, особо как бы некому было, скажем, со мной заниматься. И вот сейчас я на версту, то есть там хожу на танцы, везде хожу, как будто бы мне тогда этого не хватило. А друзья-подружки прессовали ли за то, что вот вы живете с папой? Было ли это странно как-то в детском коллективе сказать? Нет, не было. Вот я чувствовала, что учительница моя начальных классов, она прям мне сочувствуется, переживает, она меня поддерживала всегда, так вот, ну что, да, вот такая ситуация там. А так, чтобы со стороны друзей нет, такого не было. Ну, кстати, такая жалость, если она публично выражается, она может быть даже неприятна. А мне было неприятно, да, мне было это неприятно, я не любила, ну, вот это все. И просто у меня папа такой человек, что он, ну, скажем, вот это были 90-е годы, он никогда не курил, не курит сейчас, он никогда не пил, не пьет сейчас, он работал, он зарабатывал денег. Ну, то есть, как бы, образ идеального мужчины. И все были в искреннем непонимании, что пошло не так, да, то есть... Как с таким мужчиной можно ответвести? То есть, может быть, скорее был вопрос не ко мне, почему я его выбрала, скажем, но остаться с ним, да. И, кстати, я вот сейчас поняла, что я говорила, ты знаешь, папа, я когда вырасту, я хочу выйти за тебя замуж. Это же нормально, все идентички так говорят, да. Вот пусть сестра ищет себе другого мужа, а я вот выйду за тебя замуж. Ну, то есть, мне тогда он казался идеальным мужчиной, и я искренне не понимала, ну, почему нет, да, то есть, почему нет. Вы с ней когда-то разговаривали об этом потом, когда уже вот стали большие девочки? Да, да, конечно, мы разговаривали, и, ну, сейчас, конечно, я все понимаю по-другому. То есть, это вообще вот просто, как будто я тогда видела, вот, как маленький человечек смотрит наверх и видит этих больших родителей. А сейчас я уже совершенно, ну, я сама мама, да, то есть, я с ними общаюсь, я все понимаю. А, ну, то есть, вообще по-другому. Но это, во-первых, время и терапия. То есть, просто так само не рассосется, вот, сто процентов. Вам было сложно заговорить об этом с мамой? Вот уже на другом уровне? Как взрослому человеку со взрослым человеком? Нет, сейчас вот я даже и сказала, что я вот иду на программу, там, напомню, сколько у меня было лет, когда вы рассмотрелись. Она вас не останавливала, не путала, сказать, нет, не рассказывай, не посмотри нас с отцом, нет? Нет, нет, нет. Ну, то есть, сейчас вообще вот по-другому. Но я говорю, что это процесс изменения внутреннего, то есть, мы можем к этому относиться легко, потому что тема проработана. Если бы нет, вот даже 10 лет назад, я вообще не хотела даже это обсуждать, и вообще у меня была обида, да, вот я даже так скажу, обида, что так произошло на маму, я имею в виду. Насколько вот чувства, которые транслирует Оля, вам близки? Мои родители развелись, когда мне тоже было 6 лет, и для меня это было полное непонимание, что происходит. То, что папа отсутствует в семье, оно не было для меня такой большой неожиданностью, потому что он уехал учиться в другой город, я его и так, в принципе, видела не очень часто. Но вот какое-то ощущение, что что-то не так, оно было. Никто не объяснял, и мне тоже вот было очень непонятно, что происходит. То есть, с вами никто об этом не поговорил? Не поговорил. И вы остались с мамой? Я осталась с мамой, у меня не было выбора, то есть мне не предоставляли, но это был 79-й год, тогда вообще про разводы как бы не сильно было принято разговаривать вслух. Не скажу, что это очень замалчивалось в моем окружении, то есть как-то перешептывались, и я видела сочувствующие взгляды своей родни. Это задевало? Это задевало, оно даже больше, наверное, страха какого-то внутреннего нагоняло, потому что я не понимала вообще, со мной вроде все хорошо, мама вот она, она, ну, на мой взгляд, прежняя, веселая казалась. И вообще, что происходит, что такое? В то время было такое, когда неполная семья, были какие-то льготы, и мне в школе, допустим, давали бесплатные обеды, а в училище потом что-то тоже еще было бесплатное. И вот это меня тоже очень сильно напрягало, и оно вот как бы подчеркивало мою ущербность, мне было неприятно. Почему вы все вот как-то на меня так коситесь? Со мной вроде бы все в порядке. Вам хотелось, чтобы с вами кто-то поговорил об этом? Да, было такое вот желание, чтобы мне наконец-то вот рассказали, что происходит вообще, почему такая напряженная обстановка. И в какой-то момент кто-то из родственников, я, видимо, слышала разговор кого-то из родственников, что вот папа ушел в какой-то вот, видимо, обиде, я не помню эту ситуацию, мама рассказывала, что я ей закричала, вот если бы ты на папу не кричала, он бы не ушел. Я так предполагаю, что это, видимо, я какой-то кусочек их ссоры застала. Смотрите, как вы не помните, а мама запомнила, да, что вы ее так укололи. Да, я ее уколола. И когда я первый раз выходила замуж, и я искренне хотела папу позвать на свою свадьбу, потому что родственники никогда не настраивали меня против папы. И я помню, что... То есть надо им отдать должное. Да, в этом отношении. Дедушка порывался, там что-то такое вот, вот как бы вот открыть мне глаза. Например? Ну, что вот, ну, папа-то у тебя не совсем-то. Его как бы останавливали, что она еще маленькая, такое тоже было. И вот когда я маме сказала, что я папу хочу позвать на свадьбу, ну, он все-таки мой родитель. Ну, да, он там где-то отдельно живет, но он мой родитель. Мама просто вот грудью встала, нет, я тебя вырастила, он к этому не имеет никакого отношения. И вот тогда это был для меня первый такой вот тревожный звоночек, что там что-то было не так. И через несколько... То есть с шести лет и до своего первого замужества, то есть... До девятнадцати лет. Вы тринадцать лет прожили в уверенности, что все нормально, просто папа с вами не живет. Ну, что-то... что они разошлись. Разошлись спокойно. А в девятнадцать лет оказалось, что это все не так. Как же вы все-таки поступили? Вы позвали папу у нас? Нет, я не стала звать папу, потому что мама была очень сильно расстроена. Там несколько дней у нас были напряженные отношения. Я, конечно, не хотела, то есть, видеть расстроенного человека у себя на свадьбе. Мне проще было отказаться от папы, от его присутствия, да? А все эти годы вы с ним не общались? Нет, мы не общались. Он знал, где мы. И не проявлял желания как-то встретиться с вами, видеться? Он и не проявлял желания такого общаться. Какие у вас отношения сейчас? С папой? Я не знаю, где он. Я пыталась его найти. Мы связались с моим двоюродным братом по папе, но у нас встреча не случилась. Контакты так никакие не нашла. Наталья, вот в течение жизни вы ощущаете, что вам не хватает папиного присутствия? Какие-то моменты, когда прям вот очень хотелось поговорить именно с папой? Вот именно его совет был бы нужен? Или просто вот его там за руку подержать в сон? У меня не было такого опыта. То есть моменты, возможно, и были, когда мне вот нужно. Но я не понимала, что это вопрос к папе. Потому что у меня в принципе не было примера, как общаются дочь и отец, или там муж и жена в семье. У меня нет перед глазами этого примера. Потому что папа уехал учиться, когда мне было еще года три. То есть, ну, как раз с такого возраста, его до шести, семи лет, я его вообще не помню практически. Я помню отдельные моменты, и они не самые приятные из моих воспоминаний. То есть вот хоть мама и говорила, что папа меня очень любил и любил играть со мной, но я этого не помню. Я только помню, как он меня стукнул ложкой за то, что я плохо кушала. И вот это вот мамина всегда, только веди себя хорошо. Сейчас вот папа приедет, только веди себя, пожалуйста, хорошо. Это единственное, что я помню вот из отношений с папой. Ну, в душе-то я его искала, конечно. Я его искала. Вот этот образ папы не хватало. И еще... Вы говорите об этом в прошедшем времени. То есть нашли уже? Да, конечно. Сейчас эта фигура родителя, она есть. Еще, конечно, может быть, не сильно зрелая, но тем не менее уже есть. По крайней мере, он появился. Мама так и не создала больше семьи, не смогла. Про папу знаю, что он женился. Ну, и как я потом узнала, они развелись из-за того, что папа нашел другую женщину, и она уже была беременна. И у меня есть сводные брат и сестра, но я их никогда не видела. Незнакомые? Незнакомые. И это меня тоже очень задевало, что вот он там, там тоже... Ну, я же первый ребенок. А первый ребенок, говорят, он самый любимый. И почему я нелюбимая? Для меня это было травмой. Если бы когда-то эти люди вас нашли и сказали, Наталья, вот мы, ваши братья и сестры, как бы вы поступили? Сейчас мне любопытно, и сейчас мне бы... Мне интересно узнать про папу. То есть каким он... Человеком был на самом деле. Кроме тех вот детских воспоминаний. Да, да. Мне интересно вот с этой точки зрения увидеться с этими людьми и познакомиться. Да. То есть те же там 10 лет назад. О, нет. Вы сейчас обе говорили абсолютно спокойно, но в то же время каждая из вас сказала про черную дыру, в которой вы обе находились. То есть она была та самая черная дыра. Несомненно. Я не ощущала себя в достатке. Мне все время казалось, что мне что-то недодают, что у меня чего-то нет, чего есть у других. Но это ускользало. Восприятие вот этого чего-то, оно все время ускользало. Вроде бы и внимание есть. Ну, я будто одета, да, мне не голодно. Но вот какой-то мелочи, чего-то вот такого очень важного, что есть у других, мне не хватало. Потом, конечно, это понимание пришло, о чем это. Моя черная дыра – это ноющая боль. Вот по субъективным ощущениям. То есть постоянно тебя проваливает туда. Если, то есть, да, не хватает какой-то внутренней опоры. То есть ощущение, что малейшее, вот в метафоре дуновение ветра, и ты падаешь. То есть твой стержень очень шаткий. Не хватает вот этого внутреннего огонька, внутренней уверенности, что… Что со мной все в порядке. Да, со мной все в порядке, что у меня есть я, и мне этого достаточно. То есть ключевая фраза, которая мне помогла оттуда выбраться, это было, что я люблю, благодарю своих родителей за жизнь, это понятно, и вы мне дали столько, сколько могли, и мне этого достаточно. У меня черной дыры не было. Когда отец ушел из семьи, я выдохнула. Наверное, это звучит странно, но вот так. Меня как бы никто не бил, не обижал, не унижал. Но… Просто состояние в доме было такое, прям вот как ложкой ешь, оно вот прям очень тяжелое, вот такое плотное. И периодически были какие-то конфликты, скандалы. Ирина, вы это все говорите, я почувствовала, как у меня прошли мурашки. То есть вы это физически ощущали. С вами никто впрямую не говорил, но вы чувствовали именно плотность пространства вокруг себя. Ну да. Да, со мной никто не говорил, никто со мной ничего не обсуждал. А вы бы хотели? А, наверное, нет. Я как-то, ну, видимо, психика в качестве защитной реакции, она абстрагировалась от этого. Все, у меня еще переходный возраст, там школа, друзья, вот это вот. Вот все, и у меня внимание было направлено вот именно в ту сторону. И просто в один момент я поняла в один день, что отец ушел. Я сижу на кресле, и я понимаю, что мне легче. У меня прям… Фух, так вот. И… Ну, у нас с ним не было такого эмоционального контакта, что вот там любимый папочка, обнимашки и прочее, прочее. Он такой был более отстраненный. Иногда были такие ситуации, когда ты, ну, вот как ребенок, что-то вот такое прям эгэй, такой радостный, что-то ты делаешь, общаешься, и тебя обрубают, там, мол, не ори или не шуми, или что-то такое, и ты постепенно не понимаешь, за что тебе сейчас прилетит. Это стало плюсом к скандалам вот этим, которые были в доме, вот к этому заряженному воздуху. И я понимала, что исчез тот фактор, который меня заставлял держать всегда в тонусе, в тревожном состоянии, и я выдохнула. Ирина, как изменилась ваша жизнь после ухода папы? Мне стало спокойнее. Я люблю своего папу, я люблю маму, но я люблю их поддельности. Вот так. Причем, когда я была маленькая, до подросткового возраста, наверное, до пятого класса, я ощущала, что вот семья, тепло, хорошо, вот это вот все чувствовалось. То есть это базовое чувство, оно у вас все-таки есть? Ну, видимо, да. А потом как-то что-то пошло не так. Вы не пытались их помирить, все починить? Считали ли вы, что это все из-за вас? Нет, я так не считала. Помирить я их не хотела, потому что тогда на фоне вот этих таких неактивных разборок, ну, как-то я не считала себя вправе, что ли, это сделать. Вот есть родители, пусть и разбираются там, что у них есть. Я как-то тут, ну, не мое это дело, условно говоря. Полина, когда в семье назревает один конфликт за другим, и две стороны задумываются про развод, и помириться у них никак не получается, как определить, когда все-таки детям уже лучше без, а когда еще что-то можно починить? Развод – это будет все равно травма, травматизация на всю жизнь, потому что это про отношения, потому что это про чувства, потому что это про чувства нужности, ощущения себя нужным, потому что это про будущее, потому что это про детей. Безусловно, мы можем встречать детей, я в работе своей встречаю, да, когда, правда, есть искреннее желание, как героиня сказала, да, то, что я выдохнула, я очень хочу, чтобы родители лучше развелись, и мне так будет безопаснее, мне так будет спокойней, и я сохраню что-то внутреннее, эти отношения. Ну, правда же, ведь детей все равно никогда не слушают. Когда дети хотят, чтобы семья сохранилась, родители, если уж приняли решение расстаться, они расстаются. И также, если дети даже хотят, чтобы родители развелись, ну, их мнение же тоже не учитывается. Ну, что, может прийти ребенок и сказать, мама с папой, разводитесь. И все говорят, да, ну, конечно, мы только твоего мнения ждали. Нет, безусловно, конечно, когда мы говорим про развод, где есть дети, мне кажется, здесь два взрослых человека, это два родителя, которые должны исходить из чувства состояния ребенка. Объясню, как это должно выглядеть. Это когда мы несем ответственность, да, за этого несовершеннолетнего ребеночка своего. Я могу говорить не только как специалист, но и как мама, как родитель, который прошел, вместе с ребенком прошел развод, да, и выстроил новые отношения. Моему старшему ребенку 11 лет. С папой с его мы разошлись, когда ему было 2,5 года. Он, кажется, в этом возрасте говорит, он еще все равно ничего не понимает, что ему говорить-то. Вообще, мне всегда удивляет, когда родители говорят, что дети ничего не понимают, но дети чувствуют, дети ощущают. О, мы сейчас это очень хорошо услышали. Вот это все про воздух, который можно резать ножом, или есть ложки. Или вот, как Наталья говорила, я чувствовала, что что-то не так, как-то не так на меня смотрят. Конечно, и каждая из героин делилась вот этими ощущениями, вот этими чувствами, когда ребенок не понимает, потому что он еще там маленький, либо, ну, что-то скрывают от него, он не понимает, что происходит. Но ощущения мы не можем отрезать, вырезать, спрятать куда-то. Всячески с моей стороны транслировалось о том, что ты не виноват, мы тебя любим. То есть вы это говорили ребенку 2,5 лет? Конечно, каждый день, потому что вопрос, а где папа? Что вы ему отвечали на этот прямой вопрос? Мы с папой разошлись, я говорила честно, не в зависимости от возраста, потому что ребенок слышит переживающие чувства где-то внутри, и я говорила, да, я понимаю, как тебе плохо, я понимаю, как тебе грустно, ты скучаешь. Но это не ты виноват. Папа так же, как и я, тебя любит, не в зависимости, вместе мы или нет. И все бы ничего. Это такой процесс был достаточно эмоциональный не только для меня, потому что есть, вот героини говорили, да, бабушки, дедушки, которые... Учителя. Учителя. И вот эти вот люди вроде бы из каких-то тоже побуждений, переживаний начинают транслировать ребенку не то, что ему здесь сейчас нужно, разрушая тем самым и контакт мамы там, ну, в этом процессе разрушая контакт родителя-ребенок. И мы столкнулись с той ситуацией, когда папа по какой-то причине перестает общаться с ребенком. И ребенок не понимает, почему. То есть отец вашего старшего сына, ваш первый муж перестал общаться с сыном. А вы ему говорили, что он его любит. Да, и тут что мы слышим? Мы слышим обман. И, конечно же, с моей стороны это не было специально. И в какой-то момент старший сын, там, в возрасте 7-8 лет, мне задал вопрос. Мам, вот ты говорила, что папа любит, папа вот рядом. Нет, его нет. Я ему не интересен, я ему не нужен, я ему не важен. Как вы ответили, Полин? Я ответила, да, я понимаю, что ты можешь испытывать гнев и на меня в том числе обиду. Ты имеешь право испытывать эти чувства. И, во-вторых, ты не виноват. И так бывает. Это помогло? Я просто представляю вот эту сцену всю. Мама, да ты же мне врала. То есть он же, наверное, эмоционально это говорит. Конечно. Ты мне обещала вот это, а происходит вот так. Что это вообще такое? Так бывает, потому что я не могу, правда, нести ответственность за другого взрослого человека. Это процесс, который ребенок должен прожить. Потому что это чувство брошенности и чувство недолюбленности со стороны другого родителя. Потому что этот мир несправедлив. Потому что ребенок не может понять, почему это со мной происходит. Процесс, который помог, это работа личная, это поддержка супруга, это поддержка родственников. И понимание того, что вот сейчас ребенку нужно помочь это прожить. Не говорить о том, что ты, ой, не злись, да, не говори. Потому что же вот эти отношения, они влияют не только на отношения там папы, мамы. Это на учебу, это на взаимоотношения с друзьями, да. Когда ребенок видит, что есть мама, папа, это прекрасное отношение. Это влияет на отношения с бабушками. Мы не можем говорить, что развод это только про семью. Развод это про все сферы жизни ребенка. И не только ребенка, но и всех членов семьи. Полина сейчас сказала про то, что данная травма, она влияет на все сферы жизни. И вот из своего опыта могу сказать, что, видимо, мне наиболее болезненно было ощущать развод. И развод, поскольку это ударило по моей уверенности в себе, по моей самооценке, по моей ценности. То есть все равно, ну, какой-то момент самобичевания, он присутствовал. Я какая-то не такая, поэтому, вероятно, да, вот меня бросили. То есть и получается, что потом, когда я уже выросла с отношениями, у меня не было существенных таких проблем. То есть я достаточно быстро и легко создала семью. Здесь все было более-менее хорошо. Кстати, это то, чем обычно пугают, что вот если у девочки нет папы, она не сможет выйти замуж. Ваша жизнь подтверждает это утверждение или нет? Ну, мне было достаточно сложно вообще подойти к мальчикам, потому что... Что не помешало 19 лет выйти замуж, как мы помним. Да. То есть все-таки потом как-то подошли. Мне было сложно с ними общаться. Вот когда в школе начинали уже девочки и мальчики как-то интересоваться. Да, сложно. Мне кажется, и было бы странно, если бы в 12 лет все было так всем легко. Да и зачем, собственно говоря? Я не знаю. Я очень их боялась. И, в принципе, боялась очень долго. Да, мне это не помешало создать семью. Чисто из-за того, что на меня наконец-то обратили внимание. И я, в общем-то, выскочила замуж за первого парня, который более-менее нормально ко мне отнесся. Как... По-доброму ко мне отнесся. Как мне на тот момент казалось. И вокруг выходили подруги замуж. И как же я... И на этой волне вам тоже хотелось белую классику. Как же я останусь опять брошенной, да? Я через два месяца нашего знакомства, наверное, я все-таки подвела к тому, что пора бы нам как-то оформить отношения. И наш брак просуществовал... Даже года он не просуществовал. Но это был очень странный брак, потому что я еще доучивалась в Москве в техникуме. Он работал сутки через двое здесь, в Калуге. И мы встречались, в общем-то, не очень часто. И тем не менее, вот момент, когда я закончила последний курс техникума, и мы несколько месяцев прожили вместе уже бок о бок, привел к тому, что в какой-то момент наши отношения накалились так, что он проявил ко мне большую агрессию. Он бросился на меня с ножом. С ножом? С ножом, да. Что ты сейчас не достанешься никому, ни мне, никому. И я просто схватила первые попавшиеся под руку вещи. Он был в состоянии алкогольного опьянения? И я просто сбежала к маме. Ну, я думаю, что вы правильно поступили. Да, это вот мне оказалось на тот момент единственным верным решением. И мы не общались до развода. Мы разводились через суд. Мы не общались только вот первый раз, я его увидела на суде, он пришел с папой. Вот. И через некоторое время, да, у меня случился второй брак. Мы прожили вместе 14 лет. И у нас прекрасная дочь от этого брака. Ну, получилось так, что мы 7 лет прожили до брака, и потом, когда все-таки беременность случилась, мы поженились. У нас не все складывалось, как у мужа, у жены, потому что у меня просто не было вот этого примера. Что же делают мужчина и женщина в браке? Да, то есть я понимаю, что мужа кормят, я понимаю, что присутствует секс, что присутствуют какие-то совместные выходы в свет. А вот что они делают друг с другом в семье, когда вот они пришли с работы там, или когда они, ну, выходных. То есть вот чем занято время двух супругов, я не имела представления никакого. Благо, у нас было много общих интересов, и нам достаточно долго было вместе очень интересно. Вот такое слияние было. То есть все-таки вы нашли, чем заняться? Все-таки, да, мы нашли, чем заняться. Мы работали практически в одной сфере, и у нас были увлекательные увлечения книжками, фэнтези, то есть мы могли друг другу что-то рассказывать или советовать, почитать. У нас были друзья, с которыми мы общались, у нас часто были компании дома, принимали гостей. То есть вот каким-то образом вот таким мы занимали, как умели, занимали свой быт. Достаточно полноценно, у меня никаких вопросов. Что же вам помешало? В какой-то момент я поняла, что я, вот я больше не могу, меня не устраивает тот образ жизни, который вот он ведет. И у меня какие-то, наверное, поменялись запросы. То есть я поняла, что я выросла из этих отношений. Мы подали уже заявление на расторжение брака, но получилось, что муж погиб. Был такой вот тоже очень грустный и горестный период. Для нас с дочерью мы переживали смерть мужа и отца, каждый по-своему это проживал. Достаточно долгий был период, когда вот образовалась еще одна черная дыра, и ее тоже очень хотелось чем-то. Вот эта боль, ее хотелось заткнуть. Единственное, что мне очень хотелось, чтобы у моей дочери был отец. Я прилагала много усилий к тому, чтобы вот у нее этот отец был. Опять же, как умела, как считала правильным. Но у моей дочери был хотя бы вот этот период, когда в ее жизни до 7 лет был прекрасный отец. Какие они придумывали игры. Я иногда даже завидовала, что не я вот этот маленький ребенок, а что это вот моя дочь. Такое ощущение, что она в какие-то моменты как бы проживала то, что вот не было дано мне прожить в моем детстве. Даша, ну вот как вы ощущаете, ваш опыт, то, что в детстве ваши родители так рано расстались, и вы не видели в доме папу рядом, вам мешало это именно в ваших личных отношениях? По вашему ощущению? Да, конечно. Мне не хватало вот этого опыта, мне не хватало этих знаний. Мне вообще не хватало вот этой энергии какой-то защиты, заботы. То есть я когда видела, как мой муж в каких-то моментах защищает дочь, ну даже в каких-то детских разборках, я понимала, я видела, вот тогда я вот эти кусочки себя, я видела, что вот у меня не было такого опыта, что мой папа не был у меня на утренниках, он не поддерживал. У меня и мама-то не всегда была на утренниках. Но вот эти мои моменты триумфа не видел папа, он не поддерживал меня, он не утешал в тех моментах, когда мне было горько, как, допустим, делал это мой муж, когда вот он утешал дочь, если она там где-то что-то проиграла на каких-то соревнованиях. И было ощущение, что я как раз вот в этом браке допроживаю себя маленькую вместе с маленькой моей дочерью. Вот чего воспитал во мне мой отец, это самостоятельность. Он это воспитывал специфически, как мог, как умел, ему тогда было 22 года, когда я родилась. И вот у меня не было, я не знаю, потребности, что ли. Ну, где-то мне давали какую-то часть общения, допустим, и я как бы насыщалась, получается, и дальше там сама тихо, сам собой. Вышла замуж я по современным меркам, наверное, поздно. Это сколько лет? Поздно? Поздно? Это что значит? 32. Вопросы постоянные. Когда замуж? Когда замуж? Когда замуж? Вот. Ну вот, сейчас вот. Я рада, что я не сделала это раньше, потому что какие-то вещи до меня дошли уже с возрастом и со временем, но я не могу сказать, что развод родителей как-то способствовал тому, что мне что-то... Что замуж вы не торопились? Что замуж я не торопилась. Вот те скандалы, которые вы наблюдали в детстве, и вот этот вот воздух, который нужно было резать ножом и есть ложкой, это все вот влияло на то, что вы не очень хотели создавать свою собственную семью? Я не боялась, скажем так, что вот эта вот атмосфера в семье перейдет в мою семью. Я это как-то даже не сравнивала никак. Тут отдельно, там отдельно. Отдельно. Можете ли вы сейчас проанализировать, получилось ли у вас лучше, чем у родителей? Ну, мои родители прожили почти 13 лет. Мы пока сейчас год с чуточкой, поэтому мне... Сравнивать сложно. Мне сравнивать сложно, да. Может быть, есть какие-то у вас уроки, да, вот, которые вы вынесли и думаете, вот у меня точно так не будет? Или какие-то принципы, вот, которых вы стараетесь придерживаться и обсудили с мужем еще, что называется, на берегу? Вот мы вот так вот с тобой делать не будем. Ну, я смотрела на свою маму, анализировала и поняла, что какие-то вещи, да, я делать не буду. Ну, тут еще и темперамент, у меня мама очень такая активная, взрывная, вот, ей надо, чтобы было по ее обязательно, а я как-то более гибкий человек, и мне какие-то вещи не принципиальны, мне не принципиально руководить, скажем так, в семье. Поэтому, ну, вот, здесь вот компромиссов больше, чем было в родительской семье. Ну, у меня еще и пример от бабушки с дедушкой, вот, они прожили больше 50 лет вместе, и я вот на это смотрела все, и я сейчас понимаю, что отчасти у меня принцип семьи, как было у них. Полин, очень многие дети, которые видели в детстве разборки родителей, дают себе слово, я точно так не буду, у меня точно все будет по-другому. А потом они выходят во взрослую жизнь и обнаруживают, что они повторяют сценарии, по которым жили их родители. Это почему так? Ребенок растет с двумя взрослыми людьми, и, собственно, первый образец этих отношений, вообще отношений, ребенок откуда берет? От отношений мамы с папой. Мы родом из своего детства. То, что мы впитываем в себя, то мы и несем в свои отношения. Да, есть очень маленький процент тех, кто правда смог по-другому, те, кто правда смог выстроить здоровые отношения в семье, счастливые, да, отношения в семье, здоровые отношения со своими детьми. Не в зависимости, привело это к разводу или нет. Но то, что ребенок питает, это и будет его будущее. Что нужно делать для того, чтобы наши дети были все-таки немножечко счастливее, чем мы? Ну, для меня было выходом, во-первых, понять, какой же был у меня у самой опыт, принять, осознать, что это был за опыт, и постараться изменить вот эту схему, которую я получила из родительской семьи. Как изменить? Многие бы хотели, но не у всех получается. Я пытаюсь понять, что мне самой хотелось бы вот в семье, какие бы мне хотелось бы отношения. Я точно знаю, что если буду счастлива я, будет счастлив мой ребенок. Я все время говорила, что я вот так не хочу, но что я хочу, я не могла понять. И когда я начала понемножечку собирать, что вот, а в семье я бы хотела, чтобы вот ко мне вот так относились, и чтобы вот так относились, и вот отсюда я бы вот взяла вот этот кусочек. И когда я для себя начала потихонечку собирать вот этот пазл, как я хочу, чтобы ко мне относился, тогда мне стало понятно, где у меня болит и как это вылечить. В моей жизни вот эта травма повлияла на выбор профессии, в частности. То есть я все время хотела помогать людям, поскольку я понимала, что мне тогда очень нужна была помощь, очень, но мне просто некому было ее оказать. Сейчас я клинический психолог, то есть я активно помогаю людям, и это дает мне, то есть вот эта травма в какой-то момент дала мне возможность прожить этот опыт, ну, как я сейчас понимаю, да, для того, чтобы я могла, во-первых, себя собрать, да, то есть выйти вот из этой травмы, и в дальнейшем определить свою профессиональную деятельность, ну, даже это призвание, это не профессия, у меня это как призвание, я это оцениваю. Я всегда своей дочке говорю так, что мама и папа тебя любят, любят безусловно, просто потому что ты есть, а как ты есть, это факт, это аксиома. Но мама и папа в то же время живые люди, у них что-то происходит на работе, что-то происходит в жизни, мы можем ругаться, можем как-то разговаривать, но это не про тебя, это про нас. То есть разделив в своей голове, что мы между собой и мы к тебе, это отдельно вообще две разные совершенно истории. Оля, ваша семья, это не калька семьи родителей? Нет, это совершенно по-другому, потому что у меня муж прямая противоположность папы, по характеру, по своему. Вы специально так выбирали? Нет, почему-то вообще-то выбрал он меня сам, я была в шестом, он в восьмом классе, мы познакомились, потом всякое разное было, ну вот спустя там, не знаю, лет десять, наверное, мы поженились, ну то есть как-то это шло вот из детства тоже, эта история. Но поскольку я выбрала папу, я вот сейчас слушала Наталью и Ирину, у меня как бы с мужчинами не было проблем, но я поняла, когда я слушала... Вы их не боялись, да, и не относились к ним настороженно? Нет, я вообще вот легко, то есть с мужчинами легко, но я поняла, когда я их слушала, что у меня были трудности с подругами. Видимо, у меня сформировалось вот недоверие женщинам, скажем так, да, и подруг я как-то вот, ну таких прям конкретных, долгосрочных на всю жизнь у меня не было. У меня только вот уже после, наверное, 25 лет появилась одна подруга, с которой я вот сейчас общаюсь одна, ну настоящая такая, да. А вот сейчас я понимаю, что в школе, с кем я общалась, у меня не было глубоких отношений именно с женщинами. Вот у них с мужчинами, ну что... И тем не менее у вас дочь, какие у вас отношения сейчас с ней? Да, и вот дочь, а с ней она со мной конкурирует. Она конкурирует вот как раз за любовь папы, то есть, а сейчас она за ресурсы. Папа тебе купил, а мне нет. Почему? И что вы отвечаете? Разница в возрасте. Я говорю, извини, у нас разница в возрасте. Вот когда ты доживешь до моих лет, как говорится, тогда будешь решать свой вопрос. Не, ну я просто ей даю понять, что как бы мы на разных позициях. Я мама, ты дочка, не надо здесь путать. Но она, конечно, в чем-то ревнует ко мне, то есть есть такое вот внимание, да. Но в целом ничего, мы справляемся. Я сейчас пытаюсь понять, ваш детский опыт, помешал ли вам создать собственную счастливую семью? Я думаю, что нет, он мне не помешал, он мне помог в итоге определиться с профессией и ценить. Вот я поняла сейчас, ценить то, что я сейчас создала, вот эту семью. То есть для того, чтобы развестись мне, должны быть очень веские причины, чтобы я пошла на этот шаг. Потому что я научилась ценить отношения. Мне кажется, это как раз то, что все сегодня хотели услышать. Да, развод влияет на наших детей, но не фатально. И они смогут построить свою собственную счастливую жизнь, если, конечно, захотят. Мне кажется, это отличная точка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!